Ну, все мы просто знаем, что если ему дать выйти хотя бы даже уже в аганим, это будет сильно серьезно очень. Пока у него маленький монопул, пока он больше чем 3 скилла не может дать замеси, его надо опустить. И для этого опустить нужно нюков, нужно набрать нюков, и комплексы должны это сейчас прекрасно понимать. Ну, а Виверну, я считаю, могли бы еще и на четвертом пике забрать. Она в их пик все равно великолепно заходит. У команды Forza.L мы видим двух сильнейших саппортов, по моему мнению, в данной мете. Forza со мной был солидарен абсолютно, когда мы обсуждали эту тему. Комплексити. Висп, Вайпер, Герокоптер, Шейкер. Шейкер, в принципе, как хардлейн здесь, хотя и, возможно, какие-то изменения. В принципе, это... Единственное, что если Висп будет с кем-то стоять, ну, Шейкер, он уже в хардлейне. Ну, это саппорт, хорош в роуме, да, но если Висп где-то находится, должен быть саппорт нянька. Еще один. Хотя, в принципе, нет. Если Висп саппорт нянька, и он, допустим, там, с Герокоптером, даже на изи-линии, если Вайпер пойдет в миддл, Шейкеру... Ну, Шейкер в миде может стоять, но зачем стоять в миде, если в миде в вайпер? Ему поддержка никакая не нужна. Ну, я... Поэтому ему нужно идти в хард исключительно. Нужно взять еще одного саппорта. Вичдоктор, ну, я так понимаю, что, да, что, скорее всего, всего... Ну, сейчас посмотрим, на кого сядет. Лимб, Лимб сел на вайпера, так что, скорее всего, это... Да, это медовый вайпер, Герокоптер фармить, Ханскин будет саппортить на Виспе, да-да-да. То есть, и Шейкер достанется нашему товарищу, как его там точно ник производится, Свиндл Мелон. Да, Свиндл Мелон. Ну что ж, я рад посмотреть на Секси Бамбу, на таком герое, как Бримас. Да, давненько. Мне нравится этот герой еще давненько. Он реально хорош, как... Даже знаешь, как очень сильный герой. Очень сильный герой, добавляешь аганим, он становится намного сильнее. И мне нравится, когда раньше вы использовали многие команды, в том числе и в СНГ, было множество коллективов, которые предпочитали этого героя. И в Европе мне нравились команды, которые там играют. Да, ты должен Микрит, ты должен классно все это делать, у тебя есть. И Disable, у тебя есть и Burst Damage, и все, что угодно, если ты получаешь. Он знаешь, даже потом незаметно даже так, ну как незаметно. Ну, рано или поздно даже порой и скритов с палки выдает. Да-да-да. Просто ты в драках можешь этого даже и не заметить. Как подходит, дает тебе чем-то вот такую вот плюху с крит-шансом 25%. 200% крит-дэмэдж. Ох уж этот товарищ. Интересный мув. Смотри, давай, пока я представлю Бринка команду. Вот Форсел сейчас под смоком отправляется. Пайкат играет на Тинни Сакс, на Верни Егем играет на Дазли, Нико на Думи и Секси Бамбу играет на Брюмастере. И ребята сейчас идут под смоком. Играет на Шейкере, Лимпад, исполняет Вайпера, Пингвинцек. Играет на Гирокоптере, Пингвинчик, он же, да. Зетфрик играет на Вишдоктере и Ханскину достался Висп. Так, и мы посмотрим, чем закончится. В нем что-то форсел... А-да-да-да, Шейкер с Писсурой, Тосс и Клэп. Замедлить замедлили, но этого мало. Еще и смотри, как он еще и бодиблокнул, не дал себя обойти. По Мансилу пострейфился и ушел абсолютно спокойно. Да, хотя с Тоссом можно было бы даже, ну, что-нибудь там придумать. Да, кого-нибудь там оттосить назад. Возможно, была... Ну, позиция у нее заранее была более выгодная, чем позиция 4 цел. Они тупо заберут Руну и отправятся по своим местам. Руну, кстати говоря, здесь забирает Секси Бамбу. Ну, она не достается, но они, да, скорее всего, опять же, свапнули свои роли. И Секси Бамбу будет играть у нас в Миду. ЕГМ будет рядом ходить, если что, помогать подстакивать леса. Либо же пойдет нянчить кого-нибудь на нижнюю линию, с чем он собирается заниматься. Или он просто вардить идет. Нет, вардов у него нет с собой. Обзерверов, как минимум. Далее, соответственно, Тинни отправится фармить на верхнюю линию. Он там уже находится, Пайкат на нем играет. А рядом с ним Сакси, который на Вивернии. Ну, и Думчанский. А Думчанский занимает позицию лесника. В данном случае. Я скрипаю, и дальше продолжает разговор. Так, лайнапы, ребята, с комплексти гейминг. Значит, Шейкер у нас в сложной линии, как мы предполагали. Вайпер в Миду. Гирокоптер внизу стоит. Соответственно, Вишдоктор и Висп неподалеку. Ханский-то, кстати, вот о чем я хотел сказать, да? Почему хорошо быть гирокоптером? Почему хорошо быть Виспом? Слушай, интересно, кстати говоря. Да, наверху. Да, да, да. У нас тут Свиндлмелон со своей фиссурой. Но все равно крипы пойдут дальше. Такой пул серьезный. И на самом-то деле он там экспы должен хапнуть нормально. Стоит туда только подойти, потому что крипы нейтральные команды. Ну, плюс еще крипы умирают команды 4CL. И Свиндлмелонт здесь вообще раздолье. Крипы умирают даже, блин, шикарно. Реально, тут они, конечно, замутили интересную фишку. О чем я хотел сказать, да? Вот пока, ну, вдруг кто не знает. Ты играешь Виспом на Радиенте, да? Ты заходишь в лес, и вот здесь прямо рисую. Вот здесь ешь деревья, стакаешь сразу два спота сразу. То есть деревья проел, и пошел. Ну, вопрос лишь кому. Ханскен здесь, наверное, будет просто как-то чем-то еще заниматься, да? Ну, стаки эти. Я думаю, что даже есть смысл просто уже начать даже стакать Эншинтов. Ему же. Как вариант, как вариант, да. Потому что есть Геррокоптер. Стаки Вайперу ни к чему, он свое в миде выводит. А вот Эншинту пригодится. На топе, кстати говоря, Свиндлмелонт спрятался. Сакс, может быть, просто поинтересуется. А вдруг здесь кто-то есть, действительно его находит. Пайкат. Валанчик, кстати говоря, он бы заюзал, просто не видел даже, где он находится. У него один ТОС остается. Ну, и от него ТОС охватит. Что ты делаешь, Свиндл? Первая кровь, да. А мог бы на самом деле нажать тотемчик. Продумирил он, да, что Аваланч был зарезан, если бы он знал. Он мог бы дать тотем и нажать, соответственно, ТП Аут. Ну, ладно. Ну, он бы не успел, ТОС-то, в принципе, тоже оставался в арсенале Утини. Мог уйти с ТП прям сразу, когда я их еще только-только нашла верно. Ну, чего не было, того не было. 1-0 в пользу команды четырех клейверов и лепрекона. К лимпу подтягивается, соответственно, Ханскин. И дальше начинается настрел по сексе Бамбу. Но тот, что сделал, он напоил пивком лимпа в нужный момент. И все, и миссы поехали. И ни разу за все это время пока держал виспятский вайпера нашего, тот не смог ударить своего оппонента на меду. Внизу у нас Никова, который, кстати, не страдает вообще никаким образом, потому что, ну, что ему сделает гирокоптер пока что? Да ничего, абсолютно. Даже вместе с фриком убивать его очень тяжело будет. С его-то довольно имбалансной землей и с его регеном это вообще прям... У нас еще одна пауза. Ну что ж, а мы тем временем возвращаемся в игру после небольших технических проблем. У нас все устранили. И вот мы снова с вами, дорогие друзья. Ну что ж, и... Так, и разговаривали мы о том, что как бы только 4 минуты игры прошло, и здесь больше ничего... Пока не происходило больше. Да-да-да-да-да. Едем. И тут на Тако на Нику, кстати, может быть, второй фраг для Ани, вернее, первый фраг для Комплекса. Да, первый для Комплекса. Он отъедет 100%. Да, здесь все хорошо сделали. Лимб вовремя подключился туда, куда, в принципе, ему нужно было, да. Да. В этот момент гирокоптер в миде пока находится. Они решили так несколько поменяться. Ну, и использовать вайпера по назначению, как говорится. Ну да, нужен опыт. Гирокоптеру тоже нужен опыт, ему надо получить, соответственно, кулдаун для того, чтобы идти дальше и размазывать лица. Так что все будет хорошо. Шаг, кстати, временем третьего уровня, поэтому Кливера должны ждать, к минимуму, двух ультимейтов. Для того, чтобы реализовывать то, что у них есть потенциал. Ну, даже трех, потому что еще и Думчанский нужен. Без них они сейчас пока что сделать ничего не могут. Ну, Пайкат может там сделать, ну, проказ дать свой, да. Но учитывая то, какой у него монопольчик, там 400 маны, учитывая то, что весь проказ стоит уже 240. Вот Рокет Бэрэдж, Асекси Бамбу, пятый левел. Это неприятно. Крест дает ЕГЭМ. Все спириты уже вошли. ЭП очень мало в бремастер оставить. ЕГЭМ тоже может несколько поставляться. Хочется ему забрать Ханский, но Рокет Бэрэдж до конца идти тоже не стали. И его отправляют временно на базу. В общем, это двух вытесненные. Хотя, он бы споупить, конечно, но вытесненные двух игроков. Смотри, какой хороший кэс у Пайката, как он сыграл на изилейне. Да, вполне неплохо, но при всем при этом, понимаешь, как драться-то дальше. То есть, ПТ есть, бутылка есть, а драться он не сможет. Но надо, я думаю, что здесь, при такой ситуации, Брингдаггер, необходимый предмет. Ему можно, конечно, зарашить аганим. Тем самым, и драться просто вместе с гирокоптером под кучей дизейблов. Но, мне кажется, такой подобной инициации здесь пока что малая. Пока что малая. Но потом она будет. Ну, гирокоптером, я имею в виду, что врываться под гирокоптером с Блинка надо, и как можно быстрее его убивать и так далее. Но тут он, конечно, сейчас... Ну, Ханскин пытались зацепить, неплохой колдаун. Ханскин отступает, Рокет Бэрэдж работает. Пятого уровня. Пятого уровня, если кси-бомбуй не добили же его, господи, ты, боже мой, Пайкат. Пайкат, кстати говоря, сейчас с Тосом полетит в Ханскин, а тут отправил Нику. Керинг Спри набивает Пайкат. Ну, сакси-бомбуй сейчас может получить и забайтить, может, не знаю, там, на лохопей Праймал Сплит. На боте, кстати говоря, саксов Инвизиум. Ну, лимб там на фрифарме находится. Пока 1-3 в пользу 4 цел. Но вот я жду, когда они начнут снова болеть Тинни. С Тинни из тех героев сейчас, когда вот реально ему надо тут получить что-то. Я думаю, что это будет Блинк Даггер. Других вариантов пока что не имеется. Идти и забирать Нику тоже что-то получит. Даже и без Блинка может обойтись. Ему главное дать Дум. Соответственно, это любые из таких, соответственно, айтемы для команды. Владмир тоже будет хорошим вариантом. Как и на прошлой карте, где у нас тоже был Дум. Сакси-бомбуй, Даггер, исключительно сейчас нужен. Да. Даже в таком случае, если Сакси-бомбуй с Блинком, не факт, что он Пайкат может понадобиться. Может быть, кто-то соберет Форстав, этого будет достаточно. А Пайкат, в принципе, может сконцентрировать свое внимание именно на Аганиме. Пингвинчик тем временем занимается стаками, которые есть в лесу. И в скором времени пытается себе вынести что-нибудь интересное. Но пока что это только деньги. Деньги, кстати, приходит Сакси-бомбуй. У него есть уже шестой уровень, у него есть ультимати. Далее у пингвинов могут возникнуть серьезные проблемы. Потому что он, ну, пока что это только Rocket Barrage. Ну, кстати, у Бамбутов самого. Бамбутов здесь убежит, отбьется Ботлом. Ханскин, может за ним... О, Ханскин с Вич-доктором. Он развеет на Праймл Сплит. Они знали, что он в любом случае удастся, переставит столько уйти. Поэтому здесь Геракоптер может немножечко, да, помочь своим саппортом. Хотя, глянь. Нет, Пингвина здесь не убьют. Нет, конечно, на ветрах его там помучает, как угодно. На земной панде соберется, да. Пайкаться так же не противил Мэллзе. У того только 8 крипов. Могло быть и больше, конечно. Мог бы получше, но... Для Шейкера в Харлине он имеет весьма неплохое количество XP. И почти 5-й левел. Вполне себе достойный результат. Дум. Байзин. Никуа. Лес пока из команды Форсселл никто не фармит. А я бы на месте Никуа пошел бы что-нибудь и там поделал. Если уж. Но пока Харда у него... Ну, лимп там находится. Он-то, кстати говоря... Так, отличный кулдаун у нас в Секси Бамбу был сделан. Прайма спыта нету, поэтому можно его убивать просто на ИЗЧах. ЕГЭМ рядом. Её есть кресло, за чего он будет сейвить. Сейвить хороший трейсик нахуй. Хорошо сыграно Форсселл. А Никуа пойдет дальше застой. А Никуа пойдет дальше, развернется и получит себе на лицо. Хотя, с другой стороны, есть Дум. И Дум был уже потрачен в нашего дорогого пингвинчика. Тут же есть рядом лимп. Лимп уже не достанет для кого-нибудь апперстрайком и так далее, и так далее. Немного не то. Я думал, что Дум будет хотя бы не один. А одному там нет смысла было бежать за Гирой, чем зная, что там будет ВИЗ в любом случае. Хороший мулкат Форселл в топе. Они сейчас засплитпушили. И вместе с Пайкатом и Сакси, пока там шел экшен, полностью, считай, долейли вышку. Это приятный момент для них. Потому что команда Комплексити, она сейчас, ну, только вот на боте лимп начинает налегать. Но в целом у них пока смотрятся по пушу, как они, ну, средненько, я бы сказал. Мы видим, что у Тинника 4.800, 3.700, то есть на второе место она должна занимать лимп. Не сказать, что у него там много каких-то там айтемов, но, разумеется, 9-й минута матча. И ни о каких суперкрутых вещах речи быть не может. Ну, а лимп, опять же, очень неплохо может делать. После-таки у Бамбу до сих пор нету срестного ультимейта. И это значит, что его можно пытаться трогать. С другой стороны, у Комплексти нету в медовышке. Это значит ровно еще и то, что Комплексти здесь драться очень-очень невыгодно. Учитывая то, что Никман, например, на Думчанском рядом, хотя и Дума у него нету. Тут драться... Смотри, тут не стоит драться по двум причинам. Нет Дума и Тинни у него сейчас... Да, полетел кулдаун, дальше касочки по Секси Бамбу. Секси Бамбу будет выживать, потому что на нему дадут ответственность на Грейп. Но при всем при этом был Маледикшн. И... Нет, успеет он выживать. Маледикшн ему не дамажит, да? Да. Хорошо за ей выдели драку, потому что без Тинни подрались у него. Тпшка была в кулдауне, он только-только ушел домой. И там себе приобрел Блинкдаггер. Что, в принципе, от него мы и ожидали. Поэтому великолепно задоджили Форц Элл. И сейчас, потратив кулдауна, они имеют сделать контратаку право. Но не воспользуются, наверное, скорее всего сейчас. Знаешь, очень грамотно было бы сказать, с одной стороны, то, что надо было фокусить Даззла, в первую очередь, с другой стороны. Там вот-вот появлялся Праймон Стрит. И точного тайминга... Я не знаю, был ли точный тайминг у ребят. Минус риск. Маледикат доминирует. Реализовал свой Блинкдаггер. Не было точного тайминга, я считаю, у ребят на сексе Бамбуна, когда у него будет ультимейт. И поэтому, дабы не дать, соответственно, ему ее заюзать, надо было быстро его пытаться зафокусить. Тем самым, ошибка, которая привела к тому, что клевера взяли и задолжили драку, как только лишь могли. Продолжаем разговор. Еще что хотелось бы увидеть прямо в скором времени. Шейкер. Смотрю-смотрю-смотрю всю эту игру. Он вроде бы имеет опыт, у него появился вот-вот Эхо Слэм. И вот этот самый Эхо Слэм я хочу увидеть прямо буквально в ближайшие минуты. Олимп выходит, будет торговать лицом, скорее всего. Хотя, кто на него полезет, он же вайпер. Рядом еще и пингвин. И ребят... А, ребят собираются просто зайти и задавить Миттаур. Есть. Фортификейшн. В принципе, ребята способны. И одни способны идти, другие способны дефать. Нажимается Баклер. И поехали на секси-бамбу. Нет, атаки нет никакой. Абсолютно просто пока что небольшая физсурка. От... От носшейкера нашего так. Ну... Все, что ли? Постояли, покрутились, сошли. Подрегенились, развернулись. Они под вивом. У них очень мало брони сейчас на данный момент. Ну, Бластом пока что сдерживают линию. До тех пор, в принципе, сейчас неприятно будет комплексно нападать, пока нет четкого инициатора. Либо хорошего релокейта. А инициатором выступит, потому что Виндл Мелом с Дублинка очень много. Либо Лимб. Надо собрать Меку. В смоках команда 4 Клевера и Либрекон. И заходят они прямо с реки туда, где находится комплекс. И они их могут, в принципе, увидеть гораздо пораньше. Потому что есть понятие плана гора. Есть понятие хайграунда и лоуграунда. Есть лоуграунда, будут подниматься Клевера. Но прямо сейчас, прямо в спину Ханскину и Пингвинчику. Кстати, они еще до сих пор не знают, что они там есть. Так, ЕГЭМа запалили. Запалили секси-бамбу. И атака не удалась, потому что слишком далеко друг от друга. Находятся ребята из Клеверов. И не будет никакого не думать, ничего. На него просто идут пушить вышку. Я считаю, что нет. Даже этот вариант вполне себе устраивает команду 4 Кл. Мидл. Да и Пайкат сейчас давал дамеджем. Ну, нет смысла прыгать без пат. Нет, да. Вышку заберут, это очень... Я говорил, что она почти уже, да, упала. Хотя смотри, смотри, все еще может продолжиться. Пайкат здесь. Но это ошибка Виспа. Правда и Пайкат ошибся. Волончим, промазал. Висп, все еще жив. Кулдам пошел, Мекка пошла. Все еще пока живы. Но достать команду, но цел пока не представляется. Возможно, потому что единство, что Лимт в ЕГЭМа начал цеплять. А там Саксос играет великолепно, но не так много дэмеджа. Пайкат должен называться еще раз. Брингдайгер готов, с рукава готов. Нужно лишь выбрать цель, и Свиндл Мелон встает уже Эхо Слэм. На него сверху вешает Думнику. А ну смысл от этого тогда? Ворвался и Тинни вместе с Тосом. Там прикольно он забросил. Далее Пайкат. Посмотри, как он погибал здесь от Сприка. Но он его забьет. И видим, что потери несут и те, и другие. Но в целом сейчас пока что, может быть, чуть перевесит. Ну, Пайкат, ну чуть-чуть, нет. Вилокейт. Если бы чуть ранее ворвался, может быть, Гирокоптер бы еще забрали. Итог всей драки. Так вот так выглядит она. Это плюс где-то на 400 голды там меньше получили, может быть, 4CL. Но в целом драка абсолютно одинаковая в плане разменов. Единственное, что количество голды много досталось Пайкату. 6-0-1 КТ. Вот тот самый Тинни, который сноуболит. Который выигрывает. Именно так. Ждем ответ от комплекса, потому что должны они выходить. Сейчас МИТ что-нибудь пытаться устроить. Но опять же... Будет ли дефт из самой вышки? Потому что в свое время им удавалось это делать. Да, влетается Экзи Бамбу, дает Клэп. И, скорее всего, умрет дальше, потому что нет у него ультимейта. Пытается сделать ТП-аут. Разумеется, у него это получится, потому что крест на нем висел. И потому что беспадавным дому поправили. И нет понятия Тизер Стан. Да. Именно поэтому. ТП уже давно не сбивает. И все хорошо. А внизу, вернее, наверху, у Саксы. Саксы проблем нет никаких абсолютно. Вот проблемы с Глмеллона в том, что у него нет денег. У него нет денег, он не может ворваться. Более того, когда он давал их АСЛЭМ в Миду, если мы заметили бы это более-менее подробно, мы бы увидели, что когда он давал сам их АСЛЭМ, Панда только-только разложился. И там дэмэджи... Ну, то есть, когда он был сделан во время анимации, и дэмэджи особо никакого никто не получил. По факту. И драка была, по сути дела, даже в одни ворота. Учитывая то, что, как бы, клевера потеряли троих. И у них преимущество никаким образом не пошатнулось. Четыре тысячи по золоту и по XP там три с половиной-четыре тоже имеется. Сейчас будут хватать Думчанского, скорее всего, хотя у него есть Думы. Ну, что-то идти, и никто заниматься не будет. Просто пингвин-фармить лесу. Свиндлмелон, кстати, с АСЛЭМом через пару секунд, ну, мне кажется, может, чуть-чуть поторопился, ну, там крипов вражеских мало, но секси-бамбу не... Ну, там совсем-совсем с хорошим прокастом можно попытаться было бы забрать, но Сайланса нет, поэтому не имеет никакого смысла. Тем более, что бамбушка с блинком ходит. Да, уже тем более. А вот и Пайкат там еще стаки зафармливает, увеличивая свой капитал, и сейчас у него почти вот-вот появится аганим. Очень приятный момент, этот парень с блинкдаггером, даже без виспа. А если впоследствии еще, может, какие-нибудь тревела прикупят, хотя желательно, конечно, оставить пока еще атак-спид за собой и оставить ПТ, будет великолепным сплит-пушером. Посмотрим, как им воспользуется 4 цел. Ай, знаешь, что хочу сказать? Вот каждый бы тени, который играл, вот так бы собирался, была вообще радость-класс. И все хорошо, потому что в большинстве случаев в тени без виспа его умудряются фокусить в ранней стадии игры, не дать ему выйти вообще ни во что. О чем я и говорил. У Клеверов был неплохой пик, и пока что он себя оправдывает. Если бы комплексы собрались получше чуть-чуть, если бы они сделали все гораздо более, скажем так, слаженно, ну, посмотрим. Они же, типа, у нас сегодня камбэкеры, такие, великие, как говорится. Посмотрим, к чему это все дело приведет. Вот, нагоним на теники, подъезжает. И все, и теперь Клевера могут драться, где хотят, как хотят, когда хотят, потому что навязывать свою игру для них сейчас очень и очень выгодно. Так. Что-то у нас еще. Лимбс, Фрик, и Свиндл Меллонс отправляется дальше, Сакса. Находится, он, кстати говоря, с Миттерскюрсом, отбрасывается с Плинтер Бластом, и частично даже не дает вышку пока спушить. Может быть, даже попытка Диная будет, Гриф прожимается, ТП-шек не будет. Я так понимаю, дают время там пока что у нас зафармливают очень много. Посмотри, сколько запармливают. Миттерскюрсом, и Диная Сакса, если сам Сакса может потерять поражение, просто нет. Да нет, нет, он идет с ТП-шки, и все. В этот момент фармили все остальные, вся его команда. То, что он там находился и немного подставлялся, да, но он не умер, это, во-первых. Во-вторых, фармил Секси Бамбу, Лес фармил Тинни, ЕГМ все это дело сейвил, на линии находился Никой, и все фармили. И даже, знаешь, вот свободное время и посмотри на графике. У меня тут просто, единственное, что у меня просто почему-то киллы не отображаются, вот здесь, вот я вижу только один килл, который здесь отобразился. Да, мне тоже. Мне тоже, это просто Макса, мой доты, потому что у нас столько... Да, 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 но все равно, я знаю, что киллов в последнее время было сделано не так много, и все равно продолжают выходить в лидеры 4 цел, даже, ну, просто потому, что они грамотные позиции выбирают и хорошо фармят абсолютно всей командой. Гирокоптер, кстати говоря, тоже интересную мысль не затеяли, пока оттроем, ребята, два, на релокейт претит Гирокоптер в случае чего. Да, он, да, полетчает ник во себе, но, опять же, думаю, у него нету, у него могут возникнуть проблемы с другой стороны, есть ли ДМГ, ЕГМ, ЕГМ, Креста, Пайкат вылезает на топ, да, здесь был уже проездный Винтерсферсик, я понимаю, да, именно так. И Шрейкер домой отправляется, нет, Мека, но тут с Клэпом Секси Бамбу. С другой стороны, релокейт, и вот он Гирокоптер, который, в принципе, уже пройтил кулдауна, Апайкат без маны. Секси Бамбу, который уже в три панды превратился, и это неспольшие проблемы. Кампликсити не успели здесь Кампликсити сделать все, как Котелем. Секси Бамбу, 5-11. В итоге, драка, разумеется, в пользу, вернее, даже две драки, которые, в конце концов, перетекли в одну, они в пользу команды четырех клеверов и лепрекона. Да, очень много денег получили, и мы очень много денег впоследствии, опять же, получил тот герой, которому больше всего надо. Это он сейчас, брюмастер здесь, денег и тени получил, все получили, все счастливы, довольны. 3-100 имеет брюмастера. Секси Бамбу, я считаю, что айтем ордере обязательно должен быть и гоним, без этого никак. Можно собрать какие-то просто нейтральные айтемы для команды, и это будет полезно. Я бы сказал, Владимир, Владимир какой-нибудь взять себе, да, он есть у Нико уже, ну да, Пшитка, Кераска, что-нибудь такое. что будет аппать, опять же, и бустить спайканер. Да. Вот другого здесь ничего и не нужно. Сенджин Яжа появляется у Герокоптера, и команда 4CL в этот момент забирает Рошан и Айгис. Я не вижу какой-либо реакции от комплексти, какой-то целеустремленности пойти и подраться за него. Может быть, там они частично выдвигаются в эту сторону, но это все будет уже поздно, и сейчас 4CL реализует. Айгис забирает в Утини. Сейчас. Посмотрим, будут ли дожить комплексти, или попасться как-то где-то, или что-то еще. Сейчас очень интересный момент, ибо три внешних вышки еще имеются. Если за это время, пока Айгис сейчас у Тини заберут хотя бы две, это можно уже назвать, что вот, ребята, вы молодцы. Не просто так вы взяли Рошана. Туду Мэлл будет выходить в пайката, скорее всего, или не будет. Странно. Окей. То есть, в пайката, да, на самом деле, врываться это такая себе затея, просто потому, что он довольно жирный. Да, сейчас БКБ-шку закупить, и можно сказать, что, ребят, сорян. Да. А меня убивайтесь на здоровье, пожалуйста. Чуть-чуть пассивочку надо, которая вкачана, разумеется, на четверку, никак иначе. Без этого никак. Сам по себе шейкер, 1300 голды, и транквилы плюс Солринг, в принципе, в скором времени сможет позволить себе, я думаю, покупку того же самого Блингдаггера, но это будет не скоро. В скором времени, конечно, только если его не будет убивать, а он как раз попадается, но нет, есть Релокейт, вроде как еще, и Гирокоптерс, как он, будут творить грязь. Но это Аегис, выбитая Аегис, сюда подходит Нико, кастуется холдаун, сзади находится стрик, будет Дезвард, Лим уже находится рядом, поставили Дезвард, ИГМ себе крест, Нико в этом момент погибает, в Тине мы видим, где находится, Пайкат здесь вынужден был отступать, Лим хоть и ходится под домом, ИГМ уже никуда не спасается, и погибает, команда 4CL, несмотря даже на то, что Виспа забрали, но тут уже знаем, но Пайкат живой, они с него выбили Аегис, он живой, и он, в принципе, Да, он не отдал стрикать 7 фрагов, то, что тоже важно. Десять тысяч нетворца, топовый показатель на карте, и все у него хорошо. Ну смотри, они еще смогут даже вдвоем интересно что-то придумать, потому что Аганим появился у Секси Бамбу, имеется Праймал Сплит, тени приходят на топ, они могут кого-то минусануть, кого-то, например, с Фрика, или же с Шейкера. Свиндол Мелон занимает позицию подальше, Секси Бамбу врывается, дает Праймал Сплит на Сприка, отправляется Пайкат, Дарья Саганимом, этот товарищ может разбирать Герокоптера на Ура, Дарья Пайкат может помочь, ему как-то кулдану тут отбрасывается, но я не думаю, что он ему как-то поможет. Свиндол Мелон ступо покидать, и не понимает, что его тиммейтам уже никак не помочь. Это даблкилл и гудлайк делает уже Пайкат. Да, это 9 фрагов в его кармане, и, соответственно, Шейкер, который уже их ослабил. Их просто два героя, по сути, там уничтожили, хотя, смотри, они шли изначально два против четверых, там вовремя еще подключились другие игроки и Форсиел. Именно так. Вовремя гоним. Именно так. Фильм герой. Что еще хотелось бы отметить, так это то, что с деньгами у клеверов все хорошо, а вот у комплекстики плохо. 8 тысяч преимуществ у клеверов в длина 24 минут этого матча. Напоминаю, что это вторая карта противостояния. Да, но знаешь, герой тоже. Герокоптеру мало одной из Энджин Яшта. У него нет БКБ. Дали бы, мол, БКБ, он бы жил гораздо дольше в этих драках. Это ключевые айтемы, которые нужны. БКБ нет у герокоптера, лимб, по сути, здесь вот клока. Тоже зачиститься, старается от макдемеджа. Впоследствии соберет нужные для этого вещи. Но пока их нет, а есть нужные вещи у пайката, ну что ему надо? Блингдагер, а гоним. Секси-бамбу, Блингдагер, а гоним. Все. Да. К тому же мы сейчас, может быть, еще одну, столько на видео увидим пайкат здесь. Игрокоп трючет стаки, стаков нет, его просто в кольцо сейчас могут взять. Начинает Драку, владение на Секси-бамбу, понимая, что у него нет прайма сплита, его должен здесь спасать, и геймнику находится рядом. Если что, там сзади уже готов пайкат. Там сбил Блингдагер Ханскин сейчас спиритом, но он ворвется на него в случае необходимости. Левл Дэс, входит пайкат, доджет Драку, как можно, так и доджет по сел, понимая, что пока что без ультимейта Секси-бамбу драться им не стоит. И они тянут время, а в конце следствия могут еще и напасть сейчас попытаться. Секси-бамбу, здесь Малетикса умирает Секси-бамбу, пайката также пройдет с здоровьем минус и шейкер. Господи-то боже мой, Вич-доктор касками откидывается и пайкату также достается довольно-таки серьезно. Далее каски продолжают летать, разумеется, Дэпфрик здесь пойдет уже домой, и ничто с этим, ничего с этим не сделать. Лимб все еще живой, с полным ХП, раскидывается направо и налево плюшками и вроде как капиталист поспастил Миссы помогает, Миссы помогает, обрати внимание, Лимб фактически его не дамажит и под виспом. ЕГЭ, ну идет, чтобы дать крест или что-то у Вейб, неважно. Лимба теперь надо атаковать, он пытается сделать тэпаут, рядом находится с Акси, Дэм уже не хватит, Лимб уходит, минус 4, но потеряли Тинни и Вайпер достался тот самый косарь голды, который с него и дропнулся. Сенжин Яшум после этого себе покупает. Довольно спорный момент и спорная драка в принципе выходит. Интересно, было бы даже и рефлей посмотреть, но пока что мы видим, что ребята забрали Тинни и лишь только за счет этого они как-то по файт-рекапу видно, что несколько вырывается вперед, но это не прям-таки процент на их драке. Более того, да, умерло четверо, да, два в четыре был размен. И как бы единственный парень, который с этого поимел профит серьезный, это, соответственно, Вайпер. Вайпер, да. Вайпер, Лимб, он, значит, неплохое количество. он и танкует многое, опять же, я не спорю, он в драке такую очень противную роль, занимает как бы ауи-дэмэджем. А вот Тинни пока не хватает атак-спида. Плюс еще различного рода гадости, которые замедляют этот атак-спид, Вайпер, соответственно, раскидывает и кучу-кучу всего еще. Ты видишь, что собирает себе Тинни? Что-что? Ну, ты видишь, что купил себе Тинни? Квотерстав. Нет, к нему в Курьере Иглсонг клютит. Кстати, сейчас этот Иглсонг... Нет, комплекте не... Встали Курьера, да, Иглсонг залетает до своего обладателя. Пайкат, он достается будет поторопляй, Висп уже здесь рядом, Лимпа такая, Никой, Никой получает дом, рядом находится Секси Бамбу, там далее летит Схудан, нападает по Пайкату, Пайкату нужна помощь, рядом находится Даззл, и будет крест, мгновенно туда также врывается Секси Бамбун с Праймал Сплитом, должен сейчас расплитаться, Пайкат, до конца в режим, но, скорее всего, погибнет уже с Праймал Сплит, штука, конечно, полезная, но здесь уже убить мало кому удастся команде Форсиел. И дальше уже и Секси Бамбу также западает таверна, потому что Висп, Висп, очень классный парень, который выхилил его на все, наверное, 80% его хелфпоинтов. Уходит, питается пивной, ну, видимо, на пандой, но... Да, 4 в исполнении Комплексити и должен отставаться Т2. Тут еще готовится и Винтер Виверна за компанию решил у нас... Нет, он отправился домой в ТПшке, да, он смог. Т2. Останется, ребятами, с Комплексити и далее можно атаковать Т3, в принципе, пробовать, либо же... Боже мой. Как же они комбетчат, смотри, ну, с 10 кисков... 4400 и полтора как голды от гирокоптера. Он там добавкил... Это конвейер, опять же, драку начали они в Пайката. Это просто хорошо реализованное и немножко 4CL этого не ждали и позиции были у игроков довольно разнообразные. Нико был в одной стране, где его забирал гирокоптер. Пайкат... Он не гирокоптер, разумеется, на Вайпера, да, он нападал. Соответственно, гирокоптер уже кулдауном там расстреливал Пайката. Иными словами, если просплитать ребят, ну, конкретно 4CL, то они, соответственно, не могут какой-то конструктив обеспечить. У них очень хорошо, когда они в Пайкером нападают, но если нападают на них и нападают на разные таргеты, они мало что могут сделать поодиночке. Тем более, этот Тинни, которого просто взять и задизейплить не представляет никакой проблемы для команды комплексити. Именно так. Именно так, абсолютно. Продолжаем разговор. Я хотел еще отметить то, что сразу же, как вы видели, Иглсонг с Квадерстафом у Тинника, ну, Квадерстаф у него был все время в стэше, Иглсонг увидели. В прошлой драке сразу же покупается Демонедж на Гирокоптере. Так что очень скоро, очень-очень-очень скоро у этого молодого человека появится тот самый Мэнки Кингвар, который сам по себе, во-первых, неплохо к ДПС сайтом на Гирокоптер, а во-вторых, позволит контрить этого самого парня по имени Пайкат. За Рошана должна быть драка, Рошан появится очень скоро. Так, да, мы наблюдаем пока за матчем, у нас некоторая затишье. Перед Гурей разобьется. Перед Рошаном, я бы назвал, 34 секунды до его появления, 4CL пытались там удождаться и Секси Бамбу его караулил, сейчас добавляется его тиммейт, и может быть даже сейчас под Смоуком подправится кого-то минуснуть, потому что Doom имеется, фактически уже можно это минусом назвать, если на кого-то положить. Да, заходят Кливера в рессерский лимпау, и в первую очередь. Лимп уже попадается под Глэп, уже летит все, Стрик еще, Биттерскерс, удар Гирокоптер, а вот это может быть ошибка. Лимп довольно толстый таргет, а Хрослэм добавляет туда Шейкер, и тут уже ситуация может быть несколько иная, но нет, Файкатик начинает раскидывать, вроде как и Мекка была, но Стриклокейт уходит только Висфятский, уходит вместе с Гирокоптером, и Гирокоптер будет жить, заканчивается здесь Веттл Мелом удостоверить. Вроде бы драка такая же, как до этого делали комплексы, в которых они выигрывали, здесь просто не хватило демеджа. Да, именно так. А все же вроде бы неплохо. И Шейкер вовремя подключился, и все остальные, сейчас планы Форсел несколько поменялись. Поскольку имеется Тинни, а у него есть ветка в руках, надо бы потенциал использовать. Во-первых, спорсить байбэки. Таковы есть у команды комплексити. Если захотят, они их делают, а Шейкер уже делает. Да, уже делает. Да, байкат очень сильно будет бить вышку. Глиф фортификейшн прожимает команды комплексити. Когда надо, Форсел могут отойти. Но сейчас могли бы завороть Рошана, решили именно спушить линию. Одной вышкой вряд ли обойдутся. Я бы не ставил на одну чашу весов вышку и Рошана. Так что какая-то сейчас, ну, в данном случае барак уже упал один. Это оказался даже милишный барак. Рынжо все еще стоит на падение на Нико. Нико уходит в Глимеркейп. Сейчас вот-вот он появится. Сзади находится Сакс. А Нико дает барабан и отступает из-под команды. 445 мобмен спида, конечно же, он отступает. уходит с ТПшки. И в целом можно назвать данный мух. Чуть-чуть было, не долетело ракета. Общий, да, данный мух. В общем, назвать что-то, что-то сделал. Реально, немного рискуя, добились и сделали по максимуму. Да, там ракета буквально в сантиметре, наверное, от этого Дума была. Чуть-чуть было, не долетело. Но в итоге, в итоге, да, бабочка знакомилась с Саутинника и все у него хорошо. Дум себе собирает также Шиво. Продолжая разговор, хотелось бы отметить то, что Рошан все еще стоит и его шученьки. Да, и он не оказался таким интересным для 4CL. И значит, что еще? Все еще для команды комплексити возможно. Учитывая их ауи-дэмэдж шейкера, ну, ведь доктору Б, конечно, аганим, но это совсем прям сказки пока. Но впоследствии реально силен будет. Поэтому гирокоптерам и всеми остальными за Рошана все же стоит подраться. Попытаться хотя бы это сделать. Повижу, но я сейчас вам покажу, что видит команда. И сейчас мы видим, что комплексити видит сейчас 4CL и могут иметь представление, где те находятся. То же самое же и в ответ, потому что вартом стоит и кто-то другой. Есть Техослэм, но кроме Техослэма больше ничего не имеется в наличии у того же самого нашего Свиндл Меллана. Кулдаун. Но кулдаун полетел. Далее врываться... Да-да. Ворваться до конца не смог Свиндл Мелл. Сехослэм в двоих. ЕГМ и Секси Бамбу. Далее сверху фиссура Метерскюр. Сыграно неплохо. Сприк сразу же погибает. Ханскин все еще жив. Добавляет. В принципе, он неплохо. И гирокоптер. Гирокоптером под домом находится. Спайкат получает Вайперстрайк. Теперь мало что может сделать. Ходит он в Глибергейб. Ханскин погибает. Свиндл Бэллс не знает, что сделать. И ГМ сзади работает на полную программу. Лимб теперь оказывается под атакой. И теперь его тоже, скорее всего, заберут в Свиндл Бэллс. Туда же. И это Тим Вайб. Это Джи-Джи. От комплекса. А надо было просто зафокусить долбанного Дазла. Это все, что надо было сделать. Я считаю, на двоих с Эхэслэмом здесь он поторопился. Ну, много спорных моментов, возможно, которые мы сейчас будем обсуждать в перерыве. Ну, мы все же сейчас немножко пообщаемся насчет этого матча. Видим мы сейчас игроков. И это, ну, к сожалению для комплексити, это они проигрывают в этом Бэлл 2 противостояние со счетом 2-0. И команда 4CL.